Проблемы в Урнарской школе возникли из-за отсутствия контроля. А там, где должным образом расставлены приоритеты, даже в сложное время ситуация остается благополучной. В школах муниципалитетов жесткие меры эпидемиологической безопасности. Их соблюдение проверяет специальная комиссия. Особый режим эпидемиологической безопасности в каждой школе республики. Родителям на территорию образовательных учреждений вход запрещен. Провожать детей можно только до калитки. Папа и мамы одобряют такие методы. То, что родители не пускают на территорию школы, в нынешнее время, я думаю, что это хорошо. Утром ребенка я привожу, оставляю у ворот, дальше он идет сам. Нет лишних слез. Я считаю, что нет инфекции в школе от большого количества родителей. Школьники учатся в штатном режиме и практически уже привыкли к новым правилам. Уроки у ребят начинаются в разное время. Кто-то приходит в школу уже к 7.30, а другие только к 8.20. Попасть в здание можно шестью разными путями. Пять входов для детей и один вход центральный. Это для учителей, для всех сотрудников школы. Ну и, конечно же, дети, которые могут по какой-то причине опоздать или задержаться поуважительно, они тоже проходят уже через центральный вход этой единицы. В школе, конечно, все меры предприняты. Мы получили большое количество рециркуляторов, 65. Заранее у нас было закуплено за счет средств школы где-то в порядке 10 рециркуляторов. Поэтому во всех фойе у нас передвижные. И в каждом кабинете, включая столовый, спортивный зал, везде эти рециркуляторы работают. Они уже все подключены. Проветривание тоже проводится по графику. Конечно, мы все соскучились уже при дистанционном режиме обучения по детям и учителя, и дети по школе. Поэтому мы стараемся предпринять все меры. Измерение температуры при входе – обязательная процедура для всех. У кого она выше 37, в класс не пропускают. Дальше с ними работают медики. Во время коронавирусной инфекции приходят дети с повышением температуры. Таких детей мы изолируем. У нас есть изолятор, визолятор. Там перемериваем температуру. После того, как уже подтверждается, что есть высокая температура, мы вызываем родителей. А родители уже из дома забирают, забирают домой, из дома вызывают уже участкового педиатра. И к нам они уже приходят после выздоровления со справкой от участкового педиатра. За этот период у нас заболеваний с коронавирусной инфекцией не было. Теперь никаких хождений по кабинетам и даже с друзьями из параллельных классов на перемене не поиграешь. Во время обеда в столовой заметно меньше учеников, чем раньше. В классах и коридорах дезинфицирующие средства в свободном доступе. Большинство мер распространяется и на дополнительное образование. Что касается кружков и секций, то в школах они работают, но работают только для детей этой школы. Посторонних мы пока не принимаем, потому что это может спровоцировать вспышку заболеваний. Надо сказать, что кроме самих детей все необходимые санитарные обследования проходят. В том числе и наши педагоги, в частности, замер температурного режима. В случае, если он уже приболел, то его, соответственно, не допускают к занятиям. Сейчас уже начался эпидемиологический сезон по ОРВИ и гриппу. Предпринимаемые меры помогут снизить не только риски заражения коронавирусом, но и другими инфекционными заболеваниями. Поэтому специалисты рекомендуют соблюдать их и дома. Татьяна Трофимова, Алина Сусметова, Георгий Кривошейн, Республика.